Здравствуйте! В эфире канала Россия. Итоговая информационная программа. События недели. Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачева Черкесии Рашид Темрезов посетили в Черкесске семью учителей в трех поколениях Лисовенко-Тихоновых. Они обсудили изменения, произошедшие в системе образования за последние несколько лет и значение профессии учителя для их семьи. Репортаж Альбины Ламковой. Мне пришлось вести русскоязычные группы в старшей школе. Нет, не мое это. Мое это дети начальных классов. На сегодняшний день она верна выбранной профессии. В сфере образования Зинаида Лисовенко работает 53 года. Родом она из Краснодарского края. Получила профессию учителя в нашем педагогическом колледже имени Умара Хабекова. Затем в Армавирском институте – высшее. Самые яркие воспоминания она связывает с педагогической практикой в 10-й школе Черкеска. Ученики были из третьего класса. В те времена казалось ей все необычным и, конечно, новым. Зинаида Лисовенко – удивительный и разносторонний человек. Преподавание совмещает с руководством. А еще она милая и обаятельная женщина. Заботливая мама и бабушка, говорят они дети. С мужем Иваном создали крепкую семью. Воспитали двоих детей – сына Сергея и дочь Светлану. В итоге она стала достойным продолжателем педагогического дела. За ее плечами 26 лет. Если вечером все дома, то педсовет. И все разговоры будут только о школе. Поэтому и профессия стала жизнью не только для дочери. Но и внучка выбрала эту специальность и уже преподает. Иначе не могло и быть. Две бабушки – педагоги. Также у меня бабушка Папина, мама учительница русского языка и литературы. В 13-й школе раньше работала. Моя мама учитель начальных классов. Моя крестная мама Папина, родная сестра, учитель русского языка и литературы. Ну и, естественно, выбор был очевиден. Работа учителя – это вечный поиск ответов на вопросы и совершенствование самого себя. Хоть и времена меняются, но их педагогическая креда – вечно. Учитель лишь тогда сможет научить чему-то детей и молодых учителей, когда он любит их и свой предмет. Особенно необходимо. Как-то одно время ушло наставничество в сторону, а сейчас без этого просто необходимо. Вот пришли, знают, теорию понимают. Но чтобы работать, как работать, нужно, конечно, молодым учителям показать. Это важно. Создать интерес, создать обстановку такую, чтобы детям хотелось учиться, хотелось идти в школу. Прежде всего, общаться с детьми дома, к сожалению, у родителей сейчас очень мало времени для общения с собственными детьми. Узнавать, что им интересно, кроме игрушек, телефонов и денег. Беседуя с педагогами в трёх поколениях Лисовенко-Тихоновых, время летит незаметно. Да и гости уже на пороге. Планируемая встреча состоялась в уютной домашней атмосфере. На сегодняшний день, несмотря на трудности и профессиональные задачи, в семье Лисовенко-Тихоновых выбирают работу с детьми. Об этом они рассказали дорогим гостям – министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову и главе Карачаева Черкесии Рашиду Тимрезову. В свою очередь Сергей Сергеевич рассказал, что и сам из педагогической династии. И бабушка работала учительницей русского языка, мама учительницей информатики, и бабушка учительницей русского языка. Потом тоже пошёл по стопам, педагогический первый институт, учитель математики и информатики. Сергей Сергеевич, это тоже династия. Почему выбор у самой младшей Дарьи остановился на профессии учителя, поинтересовался и министр просвещения. Я начала посещать школу на уроках у бабушки и у мамы. Девать них куда было? Да, ну как бы маленький ребёнок оставить, конечно, с прабабушкой можно было, но не всегда была такая возможность. На тот момент, благодаря вашему приходу, мы решили вопрос с детскими садами. На тот момент эта проблема была. Дарья Тихонова также поделилась воспоминаниями о поездках в Международный детский центр «Артек» и желанием поработать там вожатой. Сергей Кравцов предложил ей попробовать себя в этой роли. Затем Светлана Тихонова поблагодарила за введение внеурочных занятий, разговоры о важном, которые вызывают интерес у учеников школы. Этот год, объявленный президентом, годом педагога и наставника, ещё раз подчёркивает всю значимость профессии педагога. И мы в рамках этого года планируем такой форум, можно сказать, собрать съезд представителей педагогических династий. И мы вас с удовольствием приглашаем. Рашид Тимрезов выразил благодарность Сергею Кравцову за работу по развитию системы образования. Он отметил, что в регионе есть ряд программ по поддержке учителей, в том числе сельской местности. Рашид Тимрезов особо подчеркнул, что инициативы региональных педагогов нередко находят отражение в решениях, принимаемых на федеральном уровне. Сергей Сергеевич всегда очень погружается и трепетно относится к тем или иным проблемам, которые во всех субъектах Российской Федерации. Я конкретно могу сказать про Карачаево-Черкесию и поддержку министра и министерства мы всегда ощущаем. Я очень вам благодарен. Также на встрече было принято решение назначить Зинаиду Ивановну советником по вопросам образования в республике с уверенностью, что ее опыт и знания всех проблем изнутри будут полезны. В завершении теплой беседы министр просвещения вручил ведомственные награды всем представителям педагогической династии. Светлане Тихоновой было присвоено звание почетного работника сферы образования Российской Федерации. Зинаида Лисовенко награждена нагрудным знаком за верность профессии. А Дарья Тихонова получила благодарственное письмо от Минпросвещения России. Встреча была и полезной, и приятной. И запомнится надолго на запечатленном фото. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесии сотрудники полиции провели информационно-профилактическое мероприятие по актуальной проблеме дистанционных мошенничеств. Полицейские рассказали об основных видах дистанционных мошенничеств и краж, совершаемых посредством информационно-телекоммуникационных технологий. Особое внимание стражи порядка уделяют пенсионерам. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами. Не сообщать посторонним лицам, не под каким предлогом персональные данные, реквизиты банковской карты. В ходе мероприятия стражи правопорядка раздали памятки и брошюры, разместили в общественных местах плакаты с подробным описанием видов дистанционных преступлений и способов их распознавания. Полицейские также рекомендовали жителям в обязательном порядке довести полученную информацию до своих родственников и знакомых. Исходя из оперативной обстановки, руководством МВД по Карачаево-Черкесии принято решение о проведении оперативно-профилактических мероприятий участок с 1 февраля по 10 февраля. В рамках операции участок проводится комплекс мероприятий, число которых входит в профилактика мошенничеств, особенно в IT-сфере. Мошенники используют также различные способы и методы, одним из которых является, что привлекают людей большими процентами и выигрышами, в связи с чем люди становятся жертвами данных преступлений. Также в рамках операции участок участковыми полномочиями полиции проводятся профилактические мероприятия с лицами, находящимися под надзором, освободившимися с мест лишения свободы, семейными дебоширами, профилактика безхозного скота, профилактика захламленности подъездов. Часто люди оставляют имущество в подъездах, которое бесхозное, воруются и становятся предметами, объектами преступления, совершения преступления. В Карачево-Черкесии создан комитет семей и воинов отечества. Первое заседание прошло в общественной палате республики. На нем выслушали родственников бойцов и говорили о мерах поддержки участников, СВО и членов их семей. Подробности у Али Баташева. В начале мероприятия первый заместитель руководителя администрации главы правительства республики Марат Хубеев поблагодарил родственников тех, кто несет службу в зоне проведения СВО и напомнил о действующих мерах поддержки военнослужащих. Согласно указу главы Карачаева-Черкесской республики, были определены региональные выплаты военнослужащим и их семьям по 100 тысяч рублей единовременно. Кроме того, на 23 миллиона рублей, выделенных из регионального бюджета, закуплено и отправлено дополнительное сооружение для солдат. Качество этого снаряжения глава нашей республики Рашид Бориспович Темрезов проверял лично. На базе социализованных пунктов сбора сформировано и отправлено жителям, оказавшимся в зоне специальной военной операции, гуманитарных грузов на сумму более 112 миллионов рублей. Руководителем регионального отделения Общероссийского общественного движения «Комитет семей воинов Отечества» стала Аида Анушко. На первом заседании родственники участников СВО говорили о возникающих проблемах. Моего мужа, например, ребята с окопа вытаскивали, потому что у него отнялись ноги. Три раза он обращался в госпиталь. Ну, повезли второй или третий раз уколы сделали и обратно отправили. Понимаете? Их несколько. У одного парня, который вместе с ним, у него грыжа, что ли? Ему вообще трепутся операции. Никто не обращает на это внимание. Это у Грыжевыкинского района три человека таких. К вам будут обращаться и говорить, что есть такие-то проблемные вопросы. Вы эти проблемные вопросы будете уже направлять мне. Я как человек, который с помощью нашего главы Марата Сагитовича, которые во всем абсолютно мне помогают, поддерживают, я уже буду добираться до тех ведомств с этими вопросами, куда надо. На встрече были рассмотрены вопросы медицинской, юридической и психологической помощи участников СВО, членов их семей. Марат Хубеев сообщил, что комплексная работа по поддержке военнослужащих будет вестись на постоянной основе, чтобы объединить всех граждан для достижения общей цели – победы. С 10 февраля во всех районах республики пройдут благотворительные концерты с целью сбора средств для участников СВО. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Сотелла Мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии и Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8 952 836 47 03. Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на День открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Не упустите шанс лично посмотреть университет и пообщаться с его руководителями. Приходите 18 февраля по адресу город Пятигорск, проспект Калинина, 9. Регистрация в 9.30. В Хабиде прошел творческий вечер, посвященный сразу двум юбилейным датам, относящимся к известным лирикам Дагестана. 90-летие народной поэтессы страны гор Фазу Алиевой и 100-летие со дня рождения советского и российского поэта. Героя социалистического труда, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. К лирике дагестанских мотивов приобщилась Фатима Даурова. В сценарии творческого вечера по сюжету должен был раскрыть историю дагестанской поэзии через призму творчества двух поэтов-современников – Фазу Алиевой и Расула Гамзатова. Авторы мероприятия постарались через яркие номера вовлечь зрителя в атмосферу поэзии. Тому способствовали выступления чтецов, сопровождаемые красивым музыкальным фоном. Стихи известных поэтов прозвучали на трех языках – русском, аварском, черкесском. По-особенному прозвучала поэзия народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой из уст Абдул-Вагапа Абдул-Пахатова, совсем молодого декламатора, который прочитал строки на родном аварском языке. Два великих поэта Дагестана жили в одно время и удивительно дополняли друг друга. Лирики, воспевшие в своих стихах родину, добро и человечность. Имена из горного края, составившие славу кавказской литературы. Нет в стране человека, который не слышал бы знаменитую песню Журавлина слова Расула Гамзатова. В этот вечер легендарное стихотворение прозвучало и на черкесском языке в исполнении Магомеда Газимагомедова. В программе вечера состоялись и примеры авторских песен заслуженных работников культуры Лидии Тамазовой и Али Джумаева на стихи дагестанских лириков. А ансамбль народного танца «Чинар» исполнил зажигательный танец из страны гор. Представитель правительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии Магомед Магомедов и его заместитель Рамазан Манапов, которые были приглашены на творческий вечер, поблагодарили работников районного дома культуры Аула Хабес за организацию такого мероприятия. Их вклад в развитие межкультурного и межнационального развития между регионами был отмечен грамотами и благодарственными письмами правительства Республики Дагестан. Зурида Мамхягова, заслуженный работник культуры Карачаева-Черкесии, была награждена почетным знаком за укрепление межнационального мира и согласия. Мы надеемся на вас, даже мы получили программу проведения этих мероприятий, и никто, даже, наверное, еще до описания, никто и программу, наверное, не составил. И программу составили вы, вот, от работников культуры, дома культуры Хабесского района, и мы получили вам огромное счастье. Я вам благодарю вас, спасибо огромное. Два современника – Расул Гамзатов и Фазу Алиева – открыли Дагестан всему миру, показывая в своих стихах душевную красоту горских народов. Масштабность и мощность мужской поэзии Гамзатова дополнялась нежностью и поэтичностью женской лирики Алиевой. В рифме их стихов каждый из присутствующих на вечере по-своему открыл грани таланта двух поэтов. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаева, Черкесия. На этой неделе был Международный день стоматолога – праздник врачей, благодаря которым наша улыбка становится еще краше, а зубы крепче. В профессиональный праздник стоматологов в Республиканской поликлинике побывала наша съемочная группа «Репортаж Аллы Динаевой». Профессиональный праздник стоматологи встречают на своем рабочем месте. Поток пациентов увеличился, потому что с 6 по 11 февраля в Республиканской стоматологической поликлинике проходит неделя развития ответственного отношения к здоровью полости рта. С этой программой пациентов стало больше. Каждому пациенту мы оказываем должное внимание, проводим консультации, профилактические осмотры. Непосредственно я выявляю наличие кариозных полостей, а также различные патологии в полости рта. Мы их, конечно же, лечим и даем рекомендации в последующем. Акция бесплатного профилактического осмотра в стоматологии проходит во исполнении указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России наперед до 2024 года и плана, разработанного Минздравом Карачева-Черкесии. В рамках этой недели проводятся бесплатные профосмотры в стенах нашей поликлиники. Мы с большим удовольствием приглашаем всех гостей и жителей республики на профосмотры. С 6 февраля мы постарались проинформировать население республики в своих соцсетях, на сайте. Информировали благодаря помощи других лечебных учреждений. Люди идут, пациенты на профосмотры. Я надеюсь, до конца недели еще пациенты будут идти. Мы ждем всех и каждого. Профилактика позволяет не только выявить заболевание на ранней стадии, но и своевременно за короткие сроки, с меньшими затратами провести лечение и предотвратить некоторые болезни. Я узнала из социальных сетей. И вот, собственно говоря, мы и так собирались в больницу, в поликлинику приходить с малышом. Поэтому как раз решили воспользоваться такой возможностью и прийти проверить полость рта и у ребенка, и у себя. Соответственно, сделать профилактику, если понадобится, ну и подлечить, конечно, зубки. Во время обеденного перерыва, выкроив немного времени, большой коллектив республиканской стоматологии собрался вместе на торжественное мероприятие. Теплые слова звучали от коллег, а после рабочий день продолжился. Неделя профилактики еще продолжается. Кто не успел, либо не было возможности попасть раньше, мы всех ждем желающих. В том числе и выходные, так как будут дежурные врачи, которые с удовольствием примут также на профосмотр. Доктора еще раз напоминают, что даже при полном отсутствии симптомов посещать врача-стоматолога необходимо не реже, чем два раза в год. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева-Черкесия. В Пятигорске прошел межрегиональный турнир по грэплингу и панкратиону. Спортсмены клуба «Бадр» тренера Амир Гамзы Алиева завоевали сразу 15 призовых мест. Клуб находится в станице Суворовской Ставропольского окрая и занимаются там около 200 ребят. Примечательно, что в клубе немало ребят из Карачева-Черкесии. О прошедшем турнире и подготовке к новому старту нашему корреспонденту Белли Джазаевой расскажут главный тренер клуба, мастер спорта по рукопашному бою Амир Гамза Алиев и его воспитанники. Кандидат в мастера спорта по рукопашному бою Рамазан Агабаев и чемпион России по рукопашному бою Роман Рызянин. Здравствуйте, Амир. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время и приехал сегодня к нам в гости из соседнего региона, из Ставропольского края и привез с собой своих воспитанников. Буквально на днях в Пятигорске прошел межрегиональный турнир по грэплингу и панкретиону. Хочу сказать, что 15 твоих воспитанников взяли призовые места. Это очень большой успех, с чем я, конечно, тебя поздравляю, тебя, твоих ребят, твоих воспитанников. Но мне бы хотелось узнать об этом турнире. Как вы готовились? И скажи, пожалуйста, ожидаемо ли это было для тебя? Конечно, ожидалось, что ребята у нас займут первые места. Человек 15 у нас заняли первые места. До этого тоже на турнире у нас также примерно занимали первые места. Готовились усердно к этому турниру. До этого соревнования тоже у нас были. Тоже так же успешно ребята выступили. Вот на этом межрегиональном турнире выступали со всех республик ребята Северного Кавказа. Ну, со всех республик были ребята. То есть участвовало более 400 участников. Ну, как бы, команды очень много было. Амир, сегодня ты приехал со своими воспитанниками. И мне бы хотелось, чтобы ты их представил. Это твои победители, насколько я понимаю. Это Агабаев Рамазан. Это у нас кандидат мастера спорта по рукопашному бою Рзянин Роман. Он у нас чемпион России. Чемпион России 2022 года. Кстати, пять боев досрочно выиграл на чемпионат России. И, к сожалению, его на чемпионат мира не допустили по состоянию здоровья. У него чуть здоровье хромало из-за этого. Тоже отобрался на чемпионат России. Выиграл полтора месяца назад у нас. Ну, СКФО выиграл. Отобрался на чемпионат России. Ваш клуб «Бадр» существует уже более 10 лет. Но дело даже не в этом. Я хочу здесь интересный факт подчеркнуть, что в этом клубе, в станице Суворовской, занимается очень много ребят из Карачаева, Черкесии. Почему они туда едут, когда у нас есть свои тренеры? Ну, во-первых, это, наверное, у них ближе ко мне, к спортзалу. Ну, и, во-вторых, как бы, не знаю. Они раньше даже дальше ездили, чем Суворовская. Они раньше ездили ко мне в село, село Гражданское. Это около, почти под 40 километров они ездили в течение трех лет. Потом я уже, даже больше, трех-четырех лет, потом я уже открыл клуб в станице Суворовской. И им села Октябрьского, Карачаев, Черкесия, стало ближе, как бы, ездить ко мне. Ну, и привыкли ко мне, как бы, уже вместе столько работаем. У вас тоже есть много хороших тренеров, но мы привыкли к друг другу, как бы, общий язык нашли, вместе работаем. Ну, и у нас не только ваши занимаются, как бы, с вашей республики, ребят, а так у нас занимается очень много национальностей, разных наций, очень много. Очень много интернационалов, можно сказать, в зале. Ну, и, как бы, у нас команда очень дружная, дружим, сплоченно все. Рома, обращаясь к тебе, я сразу хочу тебя поздравить с тем, что ты стал чемпионом России по рукопашному бою в 2022 году. Конечно, это очень большой успех. Как ты к этому шел? И как вообще ты пришел в этот вид спорта? Я начал свою спортивную карьеру еще давно. Меня привел отец в самбо еще в начале, в 6 лет. Это уже около 10 лет я занимаюсь спортом. И так я начал заниматься самбо-дзидо. И так произошли обстоятельства, что я перешел к Амиру в зал на тренировку. Мы очень сблизились, пришло хорошее общение. И стало как-то по душе даже лучше. И тогда Амир позвал на соревнования по рукопашному бою. И так получилось, что я начал выигрывать, выигрывать. И так получилось, что я выиграл первенство России по рукопашному бою. Сейчас ты еще школьник, но вот твой друг сказал, что он уже выбрал для себя профессию юриста, он студент. И собирается совмещать профессию со спортом. Ты как видишь свое будущее? Оно связано со спортом? Ну, если все будет так хорошо идти дальше, то дай бог тоже со спортом можно попробовать. Я бы хотел поступить в юридическое, а там посмотрим еще. Ну, это в первую очередь первенство мира по рукопашному бою, которому меня в прошлом году, к сожалению, не допустили. Но я также в расцвете сил, еще в лучшей форме. И так, что я заряжен, как никогда раньше. Рамазан, как прошел для тебя вот этот чемпионат, вот этот турнир межрегиональный. Насколько тебе сложно было в этих поединках? И каким образом ты оказался в этом виде спорта? Я знаю, что ты чем-то другим занимался. Было сложно именно морально, потому что ММА отличается от других видов спорта именно амуницией. То есть нет шлема, перчатки тонкие, и больше переживаешь также за здоровье. Вот. Также уровень очень высокий в Старопольском крае. А если мы говорим о рукопашном бое, то СКФО, это собирает он все регионы Северо-Кавказского федерального округа, именно поэтому легко никогда не было. То есть стоит отметить, что СКФО единственный федеральный округ в России, который присваивает мастера спорта. То есть даже Москва и Санкт-Петербург не могут себе этого позволить. Вот. А дальше, можно сказать, то, что спустя столько лет, сколько в спорте, то я уже привык как бы морально, но все равно давление есть. Рамазан, скажи, пожалуйста, какие качества лично тебе прививают занятия вот этим видом спорта? И чем тебе нравится этот вид спорта? В спорте я всего около 8 лет. Я начинал с самого детства в карате. Я понял, что это не мое, после Кудо, и потом встретил Амира. Я пошел как бы на одну пробную тренировку, я понял, что это мое, потому что очень много борьбы было. А я здесь вот даже по боям Хабиба Нармагомедова понимал, что именно борьба очень многое решает в бою. Именно поэтому. И было по душе. И также общение с Амиром было более близкое, чем с другими тренерами, которыми я встречался. Я знаю, что ты хочешь быть чемпионом мира. Это главная цель твоя спортивная? А кто им не хочет быть? Вообще по планам хотелось бы стать первым или хотя бы призером на первенстве России, которая скоро будет, чтобы позволить мне путевку в Москву на чемпионат мира, первенства мира. А после на Союзе МА тоже буду выступать СКФО, Россия, ну и мир, естественно, который будет проходить, скорее всего, в Абу-Даби. Но туда попасть будет очень сложно, дай бог получится. Амир, скажи, пожалуйста, какие самые главные советы ты даешь своим воспитанникам? Я знаю, что ты не просто тренер, ты как второй папа для них. Вот все они так тепло отзываются о тебе. Видимо, дело тут не только в дисциплине. Я думаю, что ты просветительскую какую-то работу, воспитательную работу, помимо своей основной деятельности, с ними проводишь. Обязательно каждому ребенку отдельный подход. Мы каждому ребенку отдельный подход делаем. В первую очередь это дисциплина. Это в первую очередь не пропускать тренировки, чтобы дисциплинированно ходили на тренировки. Также мы, я контролирую у некоторых учеников, ну у многих бывает даже родители обращаются, учебу обязательно контролируем. То есть у них первое, на тренировках часто я им объясняю, что их задача на данный момент в их возрасте – это хорошо учиться и заниматься спортом, пока они в школе. То есть заниматься спортом и хорошо учиться – это первая их задача. Ну а также объясняем, как себя вести на учебе, ну на улице, дома, с родителями, как себя вести. Это в первую очередь. У меня, вот пацаны знают, по минут 15-20 нотаций, постоянно бывает на тренировках, постоянно нотации читаем. То есть как вести, как обращаться с родителями, как с старшими в автобусе, везде абсолютно. И, конечно, я хочу узнать, прямо вот в ближайшее время первоочередные планы, какие у вас, куда готовитесь? Сейчас будет турнир в городе Исентуки, тоже по грэпплингу, тоже как бы открытый турнир города Исентуков по грэпплингу на этой неделе будет. В феврале у нас будет турнир в городе Ставрополь, чемпионат России, первенства России по рукопашному бою. Готовимся туда. С нашего зала шесть человек отобрались на первенство России. Будем готовиться. Ну, то есть готовимся туда. Это наш первый такой основной старт. Если в призеры войдем, то будем выступать на первенство мира в городе Москве. Ребята, я благодарю вас за участие в нашей программе. И мне остается пожелать вам новых побед. Спасибо вам. Зрелищные и бескомпромиссные поединки. Вольники Карачаева-Черкесии боролись за путевки на окружной чемпионат. Помимо грамот, кубков и медалей, победители получили денежные призы. Из Карачаевская репортаж Аллы Качиевой. Это традиционно открытое первенство республики. Но отличается оно тем, что воспитанники заслуженного тренера России Алхаза Чучаева, помимо грамот, кубков и медалей, решили учредить и денежные призы победителям. В зале спорткомплекса «Алим» Карачаевска побороться за награды турнира собрались спортсмены со всех городов и районов Карачаева-Черкесии. Впервые в Карачаево-Черкесии проходит первенство по вольной борьбе на призы заслуженного тренера Российской Федерации Алхаза Чучаева. Юноши до 21 года будут бороться в 10 весовых категориях. Всего участников около 90. Юноши 2003-2005 годов рождения показали зрелищные и бескомпромиссные поединки. Вольники боролись за путевки на чемпионат СКФО. Среди них спортсмены уже с именем. Чемпион Европы 16-летний Амаль Кирейтов последние 10 лет усиленно тренируется. И результат не дает себя ждать. Терпение, труд и нужно постоянно работать над собой. В последние годы в республике можно наблюдать развитие спорта. Очень много ребят начали заниматься вольной борьбой, что не может не радовать. Уже второй год подряд наши спортсмены показывают очень высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Прошлый год у нас был рекордный. У нас более 65 участников было международных соревнований, всероссийских соревнований. У нас очень было много чемпионов и призеров. А 2022 год у нас оказался еще больше. У нас 85 членов сборной России получилось. И на подобных соревнованиях они получают бесценный опыт, уверенные организаторы первенства. Алхаз Чучаев занимается тренерством более 30 лет. Вырастил не одно поколение именитых чемпионов. И сегодня спорткомплекс «Олимп» под его руководством в Карачаевске посещают более 300 детей. Любовь к этой работе от моего тренера Узденова Артура Каевича, который тренировал нас и очень с любовью, с душой относился как к своим детям к детям. И я когда увидел, как человек болеет за каждого не только на ковре, но и в жизни, вот это отношение меня как бы заразило. И Алхаз Махмудович также все эти годы заботится о каждом своем подопечном. Он строг, но справедлив. Считает, что спортсмен не только должен хорошо отрабатывать навыки на ковре, но и должен проявлять свои лучшие человеческие качества по жизни. Алхаз наш наставник и в жизни, и на ковре. Как бы очень... он нас вел, все, что знает, все нам дал, даже больше. Главная цель соревнований – выявить новые таланты в вольной борьбе. Многие мальчишки выступали впервые, но от этого их борьба не стала менее зрелищной. Юные борцы показали хорошую технико-тактическую подготовку и спортивный азарт. Есть у нас очень перспективные мальчики. В прошлом году они выступали по старшим юношам, выигрывали первенство России. Очень хорошее... есть подрастающее поколение, очень хорошее есть. При хорошем соблюдении режима, я думаю, мы никому уступать не будем. Ни Дагестану, ни Осетии, никому. Из победителей и призеров первенства сформируют команду. Юные борцы будут подключаться к учебно-тренировочным сборам более старших ребят и готовиться к окружным соревнованиям. Авлака Чиева, Лебостанов, Вести Карачева, Черкесия, Карачаевск. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова Окулюсарт. Доваторцев 39А. 43-73-87. С 25 по 27 мая в Ставрополе пройдет финал 5-го Всероссийского научно-технического конкурса «Первый шаг». Организаторы конкурса – Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания и Ассоциация производителей отечественного оборудования и программного обеспечения. При поддержке правительства Ставропольского края, филиала БГТРК, ГТРК Ставрополье и Северокавказского федерального университета. К участию приглашаются студенты, аспиранты и магистранты технических специальностей российских вузов, готовые предоставить завершенные проекты в области телевизионных и телекоммуникационных технологий. Формирование кадрового резерва и поиск креативных решений – основные цели, которые ставят перед собой организаторы конкурса. Заявки принимаются до 14 апреля. Все подробности на сайте www.trp.tv За инновациями будущее. Будущее, которое приходит уже сейчас. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова